Бог Будь с тобой, ведь я тебя люблю Люблю тебя Сердцем моим Люблю тебя Ты мой Господи Вся жизнь моя Уновь твои Слова любви На устах моих Люблю тебя Всем сердцем моим Люблю тебя Ты мой Господи Вся жизнь моя Уновь твои Слова любви На устах моих Слова любви На устах моих Для тебя живу я Для тебя пою Каждый день тебя я познаю При тобой склоняюсь Сердце отдаю Всей своей душой Я тебя люблю Люблю тебя Всем сердцем моим Люблю тебя Ты мой Господи Вся жизнь моя Уновь твои Слова любви На устах моих Люблю тебя Всем сердцем моим Люблю тебя Ты мой Господи Ты мой Господи Вся жизнь моя Уновь твои Слова любви На устах моих Слова любви На устах моих Всей своей душой Всей своей душой Я превозношу Тебя, о, о Все, чего хочу я Все, о чем молю Быть с тобой Ведь я тебя люблю Люблю тебя Всем сердцем моим Люблю тебя Ты мой Господи Вся жизнь моя Уновь твои Слова любви На устах моих Люблю тебя Всем сердцем моим Люблю тебя Ты мой Господи Вся жизнь моя Уновь твои Слова любви На устах моих Слова любви На устах моих Слова любви Слова любви Слова любви Помолимся Помолимся о нашем Приношении Помолимся за нужды Которые у нас есть Отец Небесный Мы превозносим Бог твое святое имя Мы поклоняемся Тебе Господь Мы благодарим Тебя За эту честь И привилегию Которую ты Бог нам дал Это стоять Пред твоим лицом Поклоняться Тебе Славить Тебя Господь Мы благодарим Тебя За то, что ты Возлюбил нас Призрел на нас Очистил Осветил Омыл Нас несовершенных Людей Греховных Господь Мы благодарим Тебя За то, что Твоя милость Она каждый день Для нас обновляется Бог Мы благодарим Тебя За то, что Ты дал им Эту возможность Служить Тебе Поклоняться Тебе И мы, Бог Благодарим Тебя За то, что Мы можем сегодня Сеять в царство Твое Бог Благослови Каждую рубль Во имя Иисуса Христа Размнож Пусть, Бог Этого будет достаточно Для того, чтобы Люди могли Примириться с Тобой Узнать о Тебе Чтобы Твое Евангелие Оно продолжало Распространяться Во имя Иисуса Бог Умножь, Господь Восполни, Бог Все нужды церкви Во имя Иисуса Христа Чтобы не было Никакого недостатка Мы молимся Бог Благослови Народ Божий Каждого, кто Сегодня сеет Доверяя Тебе Поклоняется Тебе, Бог Воздай вас Сто крат Открой свои окна небесные Излей свои благословения Восполни, Бог Все нужды Чтобы Твой народ Божий Он ни в чем не имел Нужды Но чтобы он был Богат на всякое Доброе дело Во имя Иисуса Христа Мы молимся Бог Благослови Руку Каждого дающего Во имя Иисуса И мы Иисуса Христа Мы молимся о каждой записке О каждой нужде Бог Ты видишь Те трудности Проблемы С которыми Сегодня сталкивается Твой народ Божий Я молюсь Господь Бог Дай нам Господь Веры Чтобы мы Свои колени Преклоняли При Тобой Молились Тебе На Тебя Надеялись И ожидали Помощи Тебя И мы молимся Бог Посети Помоги Господь Каждому Кто Бог Сегодня возлагает Свою надежду На Тебя Во имя Иисуса Бог Прикоснись Каждому Кто нуждается В исцелении Мы молимся Спаси Родных и близких Тех Кто еще не знают Тебя Бог Мы молимся Помоги Каждому Во имя Иисуса Кто сегодня Переживает Проблемы Мы молимся За сестру Татьяну Прикоснись Высцеляющей силой Чтобы всякие боли Боль в спине В ногах ушла Во имя Иисуса Христа Мы молимся За Карена Сурена Господь Мы молимся Чтобы он пережил Освобождение Во имя Иисуса Христа Мы молимся За Армению Что пришел Твой мир Во имя Иисуса Христа Мы молимся Господь За Юрия Прикоснись Высцеляющей силой Чтобы многие Исцелились Во имя Иисуса Христа Мы молимся За надежду Мы молимся За ее исцеление желудка. Бог, прикоснись во имя Иисуса. Мы отдаем все эти нужды в Твои руки, Господь. Ты тот, на кого мы надеемся. Ты, Бог, берешь все наши проблемы и трудности, даешь нам свой божественный мир и покой. Бог, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебя за то, что Ты слышишь и отвечаешь. Мы благодарим. Отец небесный, мы также, Бог, молимся за наших детей. Бог, благослови наших детей. Благослови, Господь, их жизни. Во имя Иисуса Христа. Мы молимся, Бог, прославляйся и благослови, Господь, их своим благословением, чтобы, Бог, они с детства, с юности знали Тебя, имели страх Божий, ходили Твоими путями. Во имя Иисуса. Бог, дай нам мудрости, как родителям, воспитывать, показывать пример. Во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Господь. Прославляем Тебя. И у нас есть именинники, и мы будем молиться за тех, кто в этом месяце отмечает день рождения. Пусть вас Бог благословит, и мы хотим помолиться, благословить каждого именинника. Дорогой Отец Небесный, мы молимся, Господь, за наших братьев и сестер, за тех, кто в этом месяце отмечал свой день рождения. Мы молимся, Бог, благослови наших друзей, Господь. Ты знаешь желание их сердец. И мы молимся, Бог, исполни желание их сердец. Прославляйся в их жизни. И мы молимся о том, чтобы они сохраняли даровано Тобой спасение, сохраняли, возрастали в вере, служили Тебе во имя Иисуса Христа. И мы молимся, Бог, благослови их своим благословением. Сохрани, Бог, их от всякого зла во имя Иисуса Христа. Мы благословляем их. Тебе слава, Бог наш. Аминь. Родители, вы можете отправить своих детей на воскресную школу. Пусть Бог их благословит. И сегодня у нас люди Божьи нас посетили, будут служить. Это первый заместитель начальствующего епископа Российской Церкви, епископ по Приволжскому, Уральскому федеральному округу Павел Иванович Жалноваков. Он со своей супругой приехал. Давайте мы поприветствуем. Павел Иванович, пожалуйста. Давайте мы горячо поприветствуем человека Божьего и будем ожидать Слово от Господа. Слава Богу. Дорогие мир всем, спасибо команде. Да будет Божья милость над каждым из нас по имену. Пожалуйста, драгоценные, присаживайтесь. Возлюбленные, мы имеем хорошую возможность почтить Его Святое Имя, назидая друг друга и настраивая свой разум и сердце к Святому Писанию, потому что оно единственное может укрепить нас в это весьма непростое время. Дорогие, ну, уж нет необходимости напоминать об этом поднадоевшем вирусе, но он вносит определенные коррективы в нашу жизнь, церковную жизнь, в наше здоровье, к сожалению, как бы это нам бы не нравилось. И вот так складывается, что перед некоторыми христианами реально как-то обозначилась вечность. Можно в нее не верить, но когда начинает твое тело тормошить некоторые проблемы, то как-то начинаешь задумываться о том, что вообще-то можно с Богом встретиться гораздо быстрее, чем мы предполагали. Это, в свою очередь, ставит перед нами еще один хороший вопрос. Я же хочу явиться перед Ним в должном состоянии, а это значит, пока я живу на земле, мне нужно чем-то заниматься, почаще заглядывать в свое сердце. Вот что там покоится на глубине? И сегодня я хочу говорить к вам и, безусловно, к себе. Я буду говорить о святой силе любви и веры или любви, основанной на вере. Для нас это очень важно. Возлюбленные, если мы понимаем, что мы когда-то предстанем перед нашим Богом и мне важно заглядывать в свое сердце, то что я собираюсь в этом сердце увидеть? Апостол Павел настаивает на том, это второе послание Коринфянам, замечательная 13 глава, пятый текст. Он говорит о том, чтобы мы испытывали себя в вере ли мы? Или, он говорит, не знаете ли, что Христос вас, разве вы не то, чем должно быть? Итак, перед нами стоит хороший вопрос. Если я хочу испытать себя на предмет веры, а вопрос сегодня непростой, и вы сами видите, как непривычно в этом зале, в зале, в котором всегда не хватало места, ну, явно непривычно, дорогие. Особенно, когда стоишь здесь и понимаешь, как память-то воскрешает, как много людей, больно, грустно. Ну, есть то, что есть возлюбленное. Дорогие, тогда перед нами стоит своеобразный экзамен. Вот что мы собираемся увидеть в нашем сердце, или, точнее, чтобы Господь хотел, чтобы мы увидели. Если оно, конечно, там есть. Если его нет, то увидеть, конечно, уже невозможно. Итак, первое, что Он хочет, чтобы мы увидели, это память пройденного. Потому что то, что прошли мы, то поможет нам свершать наш дальнейший путь. Это вопрос достаточно хороший. Книга «Второзаконие», восьмая глава, замечательный второй текст. Давайте мы посмотрим на эти слова. То, что Бог говорил, и то, что Он продолжает говорить и каждому из нас. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его, или нет». Дорогие, жизнь ставит перед нами серьезные вопросы. И некоторые люди обнаруживают, что заповедь, она несколько вторичная. на первом месте начинает появляться наше благополучие, требования государственные, требования производственные, родственные требования и так далее. Заповедь медленно перемещается на второе место. Ну, хорошо, если на второе, а иногда вообще теряет свое значение для людей. Итак, первое, что важно, говоря о любви и вере, любви к Богу, и вера, безусловно, перед Ним, это память пройденного, потому что все наши годы, все наши переживания, дни рождения, которые проносятся, они проходят с одной целью, чтобы Господь взглянул на наше сердце, и мы тоже вместе с Ним взглянули на наше сердце, и посмотрели, что там покоится. И второе, что Он хочет от нас увидеть, безусловно, Он хочет видеть гораздо больше, у нас просто не хватит времени обо всем говорить. Это книга «Откровения». Мы начинали прославление с памяти этой замечательной книги, и там есть хорошие такие слова. Апостол Павел Святое Писание передает нам их, дорогие. Итак, книга «Откровения», 2 глава, 1, 4 текста. «И ангелу Эфетской церкви напиши так, говорит, держащие семь звезд в деснице своей, ходящие посреди семи золотых светильников, знают дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты же не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а не таковы, и нашел, что они уже сын. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не измогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Дорогие, очень необычный текст, драгоценный. Итак, люди предстают перед Богом, они исследуют сами себя, они согласны с тем, что они очень много сделали, трудились, не изнемогали. Дорогие, у меня за спиной сорок с лишним лет служения, и я понимаю, что вообще-то это непростое время, но Господь обращает внимание на одно, у тебя, как с любовью. «Имею против тебя». Дорогие, когда Бог что-то имеет против нас, тут только один вариант, либо мы каемся, либо у нас будут серьезные проблемы, потому что идти против Бога это бесполезное явление. Итак, драгоценное, Святое Писание говорит о том, что когда-то, если мы внимательно к этому исследуем Святое Писание и свое сердце, все это предстанет перед Богом. Дорогие, ну вот, вирус, простите, что опять говорю об этом, он у некоторых людей ускорил этот процесс, люди чаще стали об этом задумываться. Мне как пастору звонят, нередко говорят, пастор, помолись, такое ощущение, что смерть в глаза постучала. Я говорю, ты прав, надо жить с мыслью об этом, что ты в любое мгновение можешь перед ним предстать, тогда жить легче. Но, 14 глава книги Откровения, 14-15 тексты. «И взглянул я, и вот, светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, нагну его золотой венец, а в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. Пусти серп твои пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Дорогие, в каждом поколении есть подобное переживание, на наступает то, что придет как опыт для всей земли. Ну вот, сложилось так, что всю землю потряс этот вирус. церкви, страны, экономику, политику, огромное число людей распрощалось жизнью. Дорогие, что будет тогда, когда Господь начнет производить что-то еще более серьезное? Говорят, пусти серп твой пожни. Что бы это ни было, но что-то должно созреть. Дорогие, жатва – это нечто, что уже созрело в нашей жизни, в любви, в вере, в служении. И если это так, то тогда что мы собираемся представить нашему Богу? Потому что Он же будет что-то поженать в наших сердцах. Дорогие, об этом наш разговор. Возлюбленные, все в поиске. Весь мир, который вокруг нас, и мы тоже, мы в поиске. Кто-то ищет осознанно или нет здоровья. Ну, как-то сегодня это особенно, если мы обратили внимание, огромное число записок о здоровье, потому что вдруг поняли, что очень уязвимы перед этим. Кого-то волнует красота. Это нормально, дорогие. Бог не сотворил нас родливыми, и Он хотел бы, чтобы мы хорошо выглядели. Дорогие, кого-то волнует дружба, семья, брак. Это нормальные вещи, драгоценные, бизнес, это хорошо. Но вот если мы говорим только об отношениях, тогда нам хорошо бы найти какое-то такое общепринятое или максимально принятое в нашем обществе слово, которое бы все это в себя уместило. Дорогие, есть только одно слово. Любовь. Люди ищут любви. То, как они это ищут, это уже второй вопрос. Насколько уродливый этот поиск, насколько он порой комичен или драматичен, насколько сегодня люди себе представляют любовь, дорогие, вопрос остается вопросом. Но Святое Писание напоминает нам, что Бог принимает не все, что связано с любовью. Когда Он говорит о том, что имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою, Он имеет в виду определенную любовь. Дорогие, несколько позже мы обратим внимание на некоторые очень драматичные тексты Святого Писания. В Его глазах ценно только определенная любовь. Хотя нам для жизни, для дружбы очень хотелось бы иметь разные грани этой любви. Драгоценные послания к Галатам. Давайте мы посмотрим замечательные слова. Пятая глава, шестой текст. Пятая глава, шестой текст. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Или можно по-другому это прочитать. Любовь, основанная на вере. Дорогие, Бог признает не всякую любовь. Сегодня огромное число людей, которые поют о любви, говорят о любви. Мы читаем трогательные истории, возможно, смотрим необычные фильмы, где говорится о любви, и как-то так вот и сами сопереживаем этому. Но в глазах Господа имеет значение только определенное состояние вера, действующая любовью, или любовь, основанная на вере. Именно это предполагается в наше непростое время исследовать нашему сердцу. Дорогие, и вновь напоминаю, обстоятельства, которые нас окружают, побуждают нас это делать, потому что мы вдруг обнаружили, мы уязвимы. Дорогие, есть много людей, которые говорили, нас ничего не затронет, целые церкви провозглашали, все, вот мы просто вот верующие, мы в вере живем, потом каялись, потому что многих людей похоронили. Кто-то бил себя в грудь и говорил, вот я точно не уязвим, потом тихонечко звонил, пастор, помолись, что-то совсем мне плохо. Дорогие, мы вдруг обнаружили, что мы уязвимы, и вопрос любви к Богу, чтобы нам, когда мы предстанем перед Ним, Он ничего не сказал против нас, Он не сказал бы, имею против тебя. Когда Бог имеет что-то против, это очень серьезно. Дорогие, ну и так святая сила любви и веры или любви, основанной на вере. Именно об этом. Дорогие, если мы помним замечательные слова из книги «Песни песней», произнес их Соломон, это известная восьмая глава, шестой, седьмой тексты, он говорит о том, что большие воды не могут потушить любви, реки ее не зальют. И если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, он был бы отвергнут с презрением. Дорогие, что произошло с этим человеком? Он, который подарил истории эти замечательные слова, огромное число христиан сегодня очень затронуты этим текстом, потому что это правда необычные слова, и сама книга по себе необычная. Дорогие, большие воды не могут потушить любви и реки, чтобы мы не вкладывали в понятие реки, вот, но это все бессильно перед любовью. Какой любовью? Что произошло потом с этим человеком? Или что происходит со многими людьми, которые покупаются потом на что-то суетное? Дорогие, сохраняется любовь, куда-то исчезает вера. И вера, которая не соединена с любовью или любовь, не основанная на вере, она начинает принимать уродливые формы. Дорогие, когда мы читали по отношению к Эфесской церкви, там была вера. Он трудился, не изнемогал, без веры нельзя этого делать. Куда делась любовь? Имею против тебя. Дорогие, кто-то имеет любовь, но эта любовь не основана на вере, она принимает трудливые формы. И чем это заканчивается? Давайте мы почитаем хотя бы некоторые тексты. Третья книга царств. Одиннадцатая глава, это все о Соломоне. Одиннадцатая глава, первые пять текстов одиннадцатой главы. Давайте мы прочитаем их. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аманитянок, идумиянок, седонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израиля, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью, и было у него семьсот жены, триста наушниц, бедная женщина, и разворотили жены его сердце. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, и стал Соломон служить астартим божеству седонскому мелхому мерзости Аманицкой». Дорогие, если вы посчитаете в истории, что это за мерзость Аманицкая, это же связано с детскими жертвоприношениями, это безумный культ. Дорогие, что произошло? Соломон, который написал замечательные слова «Большие воды не могут потушить любви». Что произошло в его сердце? Полюбил тех, кого не надо любить. Дорогие, кто-то скажет «Любви не прикажешь». Дорогие, не надо приказывать, надо просто хранить свое сердце в чистоте, и оно не будет бродить там, где не надо бродить, и не будет любить тех, кого не надо любить, и то, чего не надо любить. Дорогие, и так и есть любовь. Дорогие, куда вера исчезла? Вера предполагает, что человек слушается Бога. Если Бог сказал «Не надо этого делать», то вера это исполняет. Но когда человек не слушается, он этим самым говорит, что он не верит в это. У него свой собственный взгляд на подобные вещи. Дорогие, что происходит? любовь есть, вера исчезла. В итоге приходит идолопоклонство. Серьезное идолопоклонство. Развращенное сердце. Дорогие, я с трудом представляю мужчину, которому необходимо для жизни 700 жен и 300 наложниц. Вот в моем сознании это какое-то явное помрачение ума. Я не могу это представить как мужчина. Драгоценная любовь, лишенная веры, становится страстью. Известная книга «Судьи», 16 глава, 4 текст о Самсоне. Самсоне, у которого было замечательное призвание. И текст говорит о том, что он полюбил одну женщину, имя ей Долида. Дорогие, дальнейшую историю мы знаем, как он начал заигрывать со своим призванием. Она его неоднократно искушала. До такой степени однажды искусила, что он так заснул на ее коленях, что даже не почувствовал, как Дух Божий оставил его. Есть любовь. Куда делась вера? Любовь, лишенная веры, становится крайне агрессивной. Она разрушительна. Она не признает каких-то законов, границ. Она просто рушит. Разве Самсон не знал, что некоторые вещи нельзя делать? Разве он не знал, что не надо спать на чужих коленях? Знал. Закон говорил об этом. Вера ушла. В определенной степени ушла. Он даже лишился части своего призвания, ибо Господь не призвал его к тому, чтобы он гонялся за женщинами и потом несколько времени проводил в тюрьме с выколотыми глазами. Не к этому его призвал Господь. Дорогие, да, его призвание восстановилось. Весь вопрос, какой ценой и чем оно завершилось. Итак, драгоценная любовь, лишенная веры, становится страстью, очень разрушительной страстью, настолько разрушительной, что люди даже призвания теряют. Дорогие, равна, и как бы вера, лишенная любви. Мы знаем историю Израиля. Они очень сильно блюли некоторые заповеди, закона, до такой степени блюли, что говорить о любви в их поступках уже просто не имело никакого смысла. Итак, дорогие, любовь, направленная не на то, что ценно, то, что связано с заповедью Божией, то, что связано с его постановлением, способно разрушить даже отношения с Богом. Дорогие, апостол Иоанн, будем помнить, что он писал первоапостольской церкви. Он писал в то время, когда по-особенному ярко проявлялись Божьи действия, Божьи откровения, и вот его перу принадлежат такие слова. Первое послание Иоанна, вторая глава, пятнадцатый, шестнадцатый текст. Не любите мира, ни того, что в мире. Слушайте, кто-то бы сказал, разве мир можно любить? К миру можно испытывать какую-то страсть, раболепие какое-то. Апостол называет это любовью. Понятно, речь не идет о божественной любви, только он может любить так, что она, эта любовь спасительная. Мы не можем любить так, поэтому наша любовь, к сожалению, приобретает другие формы. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордой житейской не есть от Отца, но от мира этого. Кто любит мир, в том нет любви Отца. Странно, присутствует любовь, но она другой формы уже. Она другого назначения. Почему? Потому, что из подобного сердца уходит вера. «Ибо нельзя любить мир, не отвергнувши при этом веру, потому что вера как раз-то призван руководить нашими поступками, но чувственное восприятие, пленение некоторыми событиями, которые происходят и так далее, и так далее, лишают человека любви Отца». Дорогие, любовь, направленная не на то, что ценно. Любовь, которая по сути дела отвергает веру или формирует ее как-то под себя, эту веру, склоняется к разрушительной похоти и производит дальнейшее разрушение. Почему? Апостол и говорит, «Все, что умеет похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, но это тоже, оказывается, кто-то способен любить». Будем помнить, это написано верующим людям. Это написано церкви, которая переживала очень яркое действие Духа Святого. Это написано церкви, в которой очень ярко проявлялись Божьи действия. И в то же время Иоанн, видя это, говорит, «Не любите, потому что любовь, не соединенная с верой или не основанная на вере, начинает приобретать характер похоти и разрушает человеческую судьбу». Как это было разрушение в жизни Самсона, Соломона, как уходила мудрость из сердца этого человека, он склонился к иным богам, а его сын вообще произнес безумную фразу, когда он стал царем, имея ему Раваам, он произнес, «Мой мизинец, то уж и честь моего отца». Я думаю, что если бы усопшие люди могли в гробах своих перевернуться, то Соломон наверное неоднократно перевернулся бы после таких слов. Явно не просто отсутствие мудрости, а глупость налицо. Возлюбленные, и так перед нами стоит вопрос, мы сдаем экзамены. Сдаете вы? Сдаю я. Дорогие, иногда нам кажется, что экзамены не так скоро будут. Ну, знаете, как вот у студентов, от сессии до сессии. Живут студенты весело, даже студенты МТИ некоторые, как человек, который имеет отношение к системе образования, я замечал это. А сессия, она же, помните, два раза в год. Дорогие, а вот Божьи экзамены мы сдаем каждый день. Утром сдаем экзамены, вечером, днем. Сейчас вы, когда слушаете, сдаете какие-то экзамены, я, произнося эти слова, тоже сдаю экзамены. Я тоже заглядываю в свое сердце. Это необычное место в каждой церкви, когда человек становится за кафедру, берет руки, микрофон, и говорит, Господи, говори к людям. Драгоценное, он будет говорить к людям, но он будет говорить и к нашему сердцу. Если он не будет говорить к сердцу проповедника, тогда он очень скоро дисквалифицируется. Драгоценное, итак, мы сдаем экзамены. Вот что конкретно мы можем сказать о любви, о разных сферах той замечательной любви, которую он нам принес. Итак, он свою любовь доказал. Послание к римлянам, замечательная, пятая глава, восьмой текст. Бог доказывает свою любовь к нам тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. У меня всегда один непростой вопрос, Господи, кто мы такие, что тебе нужно было доказывать что-то нам. Вот кто мы такие? Вот насколько любовь уникальна и удивительна, он доказывает, зная, что мы неоднократно встанем перед непростым вопросом, и нам нужно будет какие-то серьезные аргументы. Но он-то доказал, доказал очень величественно, славно, и воскресный день, это его день, день памяти, величайшего события, его воскресенье, которое изменило ход истории. Теперь наше с вами время. Время что-то доказывать. Дорогие, не сочтите как-то неправильно мое обращение, но оно верное. Это наше время что-то доказывать. Доказывать людям в разумном, конечно, библейском доказательстве наличие любви в нашем сердце и наличие веры. И если разделить эти два понятия, они долго не просуществуют. Любовь, лишенная веры, становится потихоньку страстью. Вера, лишенная любви, приобретает характер. Медленно фарисейство. Дорогие, конечно, это уже будет не та вера, которая однажды преданная святым. Это будет отредактированная вера, отредактированная в угоду какой-то церкви, какому-то лидеру и так далее, и так далее. Драгоценная. Теперь наша очередь что-то доказывать. Святые, хочу предложить вам безусловно и себе, потому что это очень необычные тексты, призы. Евангелие от Иоанна, замечательная 21 глава с 15 по 17 тексты. Апостол Петр, который пережил очень необычное, сложное переживание в своей жизни, отречение, он восстанавливается, и что Бог ему предлагает? 21 глава с 15 текста. Давайте мы прочитаем. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Иоанин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Дорогие, если человек говорит, что я люблю, мы даже пели эти слова, что наше сердце принадлежит ему, что я люблю тебя, замечательная песня, хороший мотив. Любишь ли ты меня более, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Не просто, наверное, было ему произнести эти слова. Говорит ему, паси агнцев моих. Еще, говорит ему, в другой раз, Симон Иоанин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя? Иисус говорит, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Иоанин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя? Иисус говорит ему, паси овец моих. Драгоценная любовь, соединенная с верой, обновляет наше служение. Оно не может по-другому. Если это любовь, она не может не являть себя в служении, и поэтому Иисус, говоря Петру, который был в непростом состоянии, потому что он пережил мучительное отречение, болезненное отречение. Дорогие, любишь ли ты меня? Святые, как часто мы слышим подобные слова? Симон Ионин, Наталья, Анна, Павел, Сергей, любишь ли ты меня? Возможно, в ответ на это хотелось бы сказать что-то. Да, Господь, я так люблю тебя, подарю тебе много замечательных слов. Он говорит, ты служи мне. И так драгоценное, то, что мы собираемся доказывать, или то, что Бог предлагает нам, это касается нашего служения. Служение, соединенное с верою. Любовь и вера. Чтобы не было так, как в церкви в Эфесе. Ты для имени моего трудился и изнемогал, но имею против тебя с любовью. Возникли проблемы. Есть служение, есть определенный уровень веры, и есть претензия, серьезная претензия Господу. Драгоценное второе послание Коринфянам. Замечательные слова. Это не в русле того, о чем уже говорили к призыве, но это важные слова. Восьмая глава, двадцать четвертый текст. Итак, перед лицом церквей дайте им доказательства любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Еще одно замечательное откровение силы любви, основанной на вере. Она будет всегда побуждать человека именно в такой форме доказательности. Дайте доказательства любви. Это вопрос нашей жертвенности. Возлюбленные все периоды каких-то сложностей в нашей жизни. Будет ли это эпидемии какие-то, будет ли это гонение. Так сложилось, что у меня была возможность наблюдать пять поколений христиан. Это мои родители, время моего поколения, время девяностых, начало двухтысячных, современное поколение. Они чем-то отличаются друг от друга. Дорогие, но если мы говорим о том, чтобы сохранить и любовь, и веру, она будет касаться и вот этого. Дайте доказательства. Дорогие, слова здесь неуместны. Или, скажем, они не обладают должной силой. Доказательство – это то, что является доказательством. И то, о чем мы говорили, это как некий плод, это как некий результат. И если Бог призывает нас к служению, когда Господь обратился к Петру, Симон, Ионин, любишь ли ты меня? Разве он не знал, в каком непростом состоянии находилось сердце Петра, но при этом он говорит, паси ансел моих. И если он призывает к этому, он считает, что у нас для этого есть все необходимое. Бог никогда бы нас не призывал делать что-то, если бы не снабдил нас тем, что нам необходимо. Если меня призывает делать то, что я не умею, и мне для этого не дано ничего, то тогда я буду пожизненно виновным человеком. Разве Бог занимается подобными вещами? Он знает, в чем проявляется наша любовь. Драгоценное наше стремление к общению, потому что это замечательно. Это же второе послание к Коринфянам, 12 глава, замечательный 15 текст. «Я охотно буду и сдерживать свое, и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Дорогие, жизнь, служение, любовь, соединенная с верой, она в состоянии пройти, пренебрежение, и то, что мы чего-то недополучаем, она просто не может по-другому. Святая сила любви и веры, когда они соединены, они в состоянии пройти все. То, что прошел апостол Павел, я уж не говорю о Христе, это просто вот такой потрясающий образец. Но Павел пишет, что у него постоянно присутствуют люди, забота о всех церквях, различные трудности, преследования и многое другое, и при этом он говорит, «Я охотно, слушайте, мое сердце вот сокрушено от этого, я охотно буду издерживать». Ну, ладно бы сказал, по необходимости, это как-то понятнее нам. «Я охотно буду издерживать себя свое и истощать себя за души ваши», несмотря на то, что в ответ может получить несколько меньше. Послание к филиппинцам, когда он говорит о своем стремлении, это первая глава о своем стремлении к святому Богу, он говорит, «Я имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, но оставаться в теле нужнее для вас». Он говорит, «Я знаю, что я останусь». Дорогие, вот для моего сердца это всегда какой-то такой сокрушающий призыв. Это как же нужно любить церковь, чтобы сказать, «Господь, я страстно хочу к Тебе, но я останусь ради них». И при этом он знал, что Господь не сделает ему какой-то претензии, потому что это говорило «любовь, основанная на вере, или вера, движимая любовью». Драгоценное для нас это очень важно. Но перед нами возникает один необычный вопрос, и я бы хотел на него обратить внимание, потому что он становится как неким таким своеобразным почти камнем на дороге, если его правильно не понять. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, 12 текст. Давайте мы прочитаем его. Он очень необычный, и на нем спотыкаются немало искренних сердец. 12 текст. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Дорогие, как быть с этим текстом? Беззакония много разного, в различной форме. Беззакония, которое творят люди разного положения, уровня, социального статуса, оно время от времени проявляется в жизни людей, которые отступили от веры или что-то еще. Вот много различного беззакония. И Христос утверждает, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И что мне тогда делать? Что вы или я, мы обречены тогда? Это некое такое прогнозирование, это некое такое утверждение, против которого вы и я бессильны? Или все же нет? Дорогие, не может вера, основанная на любви или любовь, основанная на вере, она не может ослабеть. Но тогда что мне нужно делать, драгоценным? Ослабевает почему? Потому что мы смотрим не туда, куда нужно смотреть. Соломон перестал смотреть в заповедь Божью, полюбил чужо-странных жен. Самсон перестал смотреть в то, что говорит закон, и в свое призвание оказался спящим на коленях чужой женщины. Дорогие, для того, чтобы сердце не ослабело в любви, когда мы сталкиваемся с беззаконием, надо смотреть не на беззаконие, а смотреть на предмет любви, на нашего Господа, который дал доказательства любви, настолько серьезно, и при этом пообещал, что мы в его руке, и он не оставит нас и не покинет. Дорогие, вера и любовь, они скудеют, когда мы смотрим на беззаконие. Дорогие, поэтому кто-то сказал, самая лучшая новость, которая сегодня есть, не читайте новости. Их сегодня так много, они настолько вот колючие, они настолько, огромное количество экспертов появилось, и так далее. Когда начинаешь читать, сердце наполняется почти гневом, наполняется каким-то раздражением. Это мешает молиться, это мешает воспринимать Божью милость, это мешает любить людей, хотя Библия говорит, любите и врагов ваших, дорогие. Если уж врагов надо любить, то брата тем более. И список можно продолжить. Возлюбленная святая сила любви и веры. Именно любви и веры. Веры, соединенной с любовью, любви, основанной на вере. Их нельзя разделять, потому что как только они разделяются, начинает возникать что-то недолжное. И последнее, что я хочу предложить вам и напомнить это своему сердцу. А если мы, к сожалению, не всегда преуспевали в этом, можно ли восстановить этот разумный баланс в нашей жизни? Но если Господь имеет против нас что-то, я не имею в виду, что против всех вас или против меня, я говорю в общем смысле этого слова. Дорогие, если Он что-то имеет против нас или где-то наша любовь, она не стала столь ярко сотрудничать с верой и вера основываться на любви, можно ли восстановиться? Или как-то и будем так двигаться? В печали, надеясь на Божью милость. Дорогие, пусть надежда на Божью милость примет реальные формы. Это же книга Откровения, 2 глава, 4, 5 текст, когда Господь говорит о том, что имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою. Он дает и выход. Он говорит, будь ревностен и покаясь, и твори прежние дела свои. Дорогие, давайте мы прочитаем этот замечательный библейский текст, и да поможет нам Господь в полной мере внимать этому доброму слову, потому что это точка зрения нашего Господа. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покаясь, и твори прежние дела. Дорогие, то, как восстанавливается вера, и то, как восстанавливается любовь. Если Господь выразил претензию, имею против тебя, Он тут же дает и выход. Драгоценное, для этого не надо какое-то драматичное такое покаяние, мучительное, с массой слез, и если вот стакана слез не вылилось, то покаяние вроде как бы и недействительное. Дорогие, нет. Это внутреннее состояние. Господи, я не прав. Я хочу восстановиться. Я хочу восстановиться так, чтобы различные кризисы, которые происходят сегодня, не страшили меня. Дорогие, мы же постоянно говорим, чтобы мы не страшились. Дорогие, я тоже прошел через это. Дорогие, и ночи мучительные, и переживания страшные, и так далее. Об этом не очень хочется рассказывать. Драгоценное. Но вот когда мы через это проходим, в нас начинает преобладать некая странная осторожность, или снова мы, сдавая экзамены, сохраняемся в вере. Господи, я буду служить Тебе. Я буду жить любовью, основанной на вере. Я буду делать то, к чему Ты меня призвал, вера, основанная на любви. Под это Бог дает всегда свои богословения. Святая сила любви и веры. Любви, основанной на вере. Верой, которая движется любовью. Драгоценное, помоги каждому из вас, Господь. Он по-прежнему в состоянии решить наши вопросы, какие-то трудности. Помочь нам продвигаться дальше. Но есть некоторые вещи, которые Он ожидает от нас. Это наша любовь, основанная на вере. Такой, какая она представлена в Святом Писании. Это очень важно. Я не знаю, сколько еще различных кризисов будет происходить в нашей жизни. Как долго продлится вот то, что есть. И вопросы собрания, ограничения различных и так далее. Но вот для любящего сердца, о котором Господь знает, в каком мире мы живем и что есть ограничения, для любящего сердца самое важное – сохранить любовь, основанную на вере, и продолжать жить верою, основанной на любви. Это то, что всегда сделает наше сердце приемлемым для Господа. И любое мгновение жизни, как только мы предстанем перед Ним, это по-особенному затронет Его. А даже когда мы переступим границу вечности, мы это сделаем с надеждой. Возлюбленный мир каждому из вас, крепости духовной, физической, здравия. Насколько это возможно, храните себя в покое, храните себя, оберегая от страха всевозможных. И да поможет Господь каждому из нас. Драгоценная святая сила любви, основанной на вере. Вера, основанная на любви. Божьих вам богословений мира и богодати во всех сферах жизни. Паста, пожалуйста. Спасибо большое. Слава Господу. И давайте мы поднимемся коротко на свои ноги. И я хотел бы обратиться к тем людям, которые пришли сегодня в первый раз. Если вы впервые сегодня с нами здесь, в Церкви Божьей, и также к тем людям, которые впервые нас смотрят, может быть, вы открыли сегодня эту ссылочку и вам дали друзья, близкие, родственники. Я хотел бы вам предложить молитву, предложить примириться с Богом. И в Писании четко написано то, что кто призовет имя Господне, тот спасется. И если ты такой человек здесь, кто желает помолиться молитвой покаяния, молитвой примирения с Богом, приходи сюда, подними свою руку. Мы хотели бы увидеть тебя, чтобы помолиться за тебя. Если есть кто-то в этом зале, и вы нуждаетесь в такой молитве, поднимите руку. Также я обращаюсь с тем людям, которые смотрят нас сейчас. Я верю, что есть такие люди. И я прошу вас, повторяйте эту молитву за мной. Бог Отец, я прихожу к тебе во имя Сына твоего Иисуса Христа. И я прошу тебя, прости меня, прости мне всякий мой грех. Я нуждаюсь в тебе, и я отдаю свою жизнь в твои руки. Аминь. Слава Господу, если вы помолились с такой молитвой. Обязательно сообщите нам, и на своих экранах вы видите телефон горячей линии. Наберите и скажите, что я молился молитвой покаяния. И мы найдем вам общение, мы найдем вам церковь, если вы из другого региона, если в этом городе мы свяжемся с вами. Пусть Бог вас благословит. И, пожалуйста, дорогие, присаживайтесь. Есть несколько объявлений, которые нужно сделать. И перед объявлениями мы не оставим человека Божьего без дара любви. И в послании к Галатам 6 глава, 6 стих написано, что всякий наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. И, дорогие наши братья, ашеры, сестры, они запустят корзинку. Давайте мы благословим человека Божьего. Не отпустим его без дара любви то, что есть у нас, и благословим благословенную семью. Слава Господу! И пока ведерки у нас идут, наш дар любви, я прочитаю объявление. В следующую субботу и воскресенье у нас будет хлебопреломление. Поэтому приготовьтесь, ожидайте этой заповеди в следующие выходные, субботу и воскресенье, хлебопреломление. Сегодня в 18.00 будет молодежное служение, проповедует Михаил Анянов на тему «Секреты благодарности». Если ты молодой человек, и ты смотришь нас в эфире, приходи сегодня в 18.00 и будет молодежное служение. Также спецэфир 30 октября в 20.30. Пастор Эдуард Анатольевич Гробовенко ответит на ваши вопросы в прямом эфире. Задайте свой вопрос, заполнив форму по ссылке. Поэтому смотрите внимательно, задавайте свои вопросы в эту пятницу, 30 октября, в 20.30 местного времени. 31 октября, суббота, состоится молитвенный мужской завтрак. Берите с собой друзей, сыновей, и также запись у нас будет после каждого служения в фойе, и также вы можете записаться по телефону горячей линии. Зовите друзей, своих соседей, коллег на работе, и у нас будет прекрасное мужское общение, интересные темы, которые мы поднимем с вами. И это хорошее время также взять своих детей и побыть с ними вместе. 14 ноября состоится женская конференция, живущая по слову. Для того, чтобы мы могли принять участие, необходимо зарегистрироваться на стойке в фойе или по телефону горячей линии. Слава Господу! И мы ожидаем эту конференцию. И, дорогие сестры, пожалуйста, записывайтесь, регистрируйтесь, пусть Бог благословит вас. Каждый вечер мы вместе с семьей, у нас прямой эфир в 21.00. Не забывайте, подключайтесь на молитву. И также последнее объявление. Магазин «Нужная книга» приглашает вас. Для желающих хорошо и с пользой проводить свой досуг со своими детьми предлагаются христианские игры для детей и взрослых. Цены доступные, и вы можете приобрести такие игры. Также предлагается большой ассортимент календарей на 2021 год. Будьте благословенны и обязательно возьмите с собой такой календарик или детскую игру, чтобы поиграть со своими детьми или внуками. Давайте мы поднимемся, наше собрание подошло к концу. Слава Богу за каждого из вас, то, что мы в Божьем доме, в Божьем собрании. И также те, кто нас смотрит сейчас, будьте благословенны. Слава Богу за каждого из вас. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя сейчас за это время, время служения, когда мы размышляли, когда мы поклонялись, когда мы молились, Господь Божий. Спасибо Тебе, Господь, за это утро, и мы благословляем Твое святое имя. Распусти народ Твой с миром в Твоей благодати во имя Иисуса Христа. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Будьте благословены, дорогие братья и сестры, с миром Божьим по домам. Благодарю. Продолжение следует...